Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками ГИБДД мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня мой собеседник Сергей Александрович Скорода, государственный инспектор отделения технического надзора отдела регистрационной и экзаменационной работы и технического надзора управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Сергей, добрый день! Добрый день, дорогие слушатели! Скажите, пожалуйста, какие же изменения в техническом осмотре ожидают или уже вступили в силу для автомобилей? Чего ждать тверским автомобилистам? На данный момент в этом году у нас отвязали прохождение технического осмотра от получения полиса ОСАГО. Однако это не отменяет обязательность прохождения технического осмотра. То есть можно посмотреть сроки прохождения технического осмотра в Федеральном законе 170, статья 15. Там четко расписано, когда и кому нужно проходить. Если для легкового транспорта, то первые 4 года с момента выпуска проходить не нужно. Когда новая машина, да? Да, когда новая машина. После 4 лет и до 10 лет проходит раз в 2 года. Если машина старше 10 лет, уже раз в год. Соответственно, еще у нас какое изменение с 1 октября? У нас была отсрочка. То есть если ваш технический осмотр заканчивался с 1 февраля 2021 года по 1 октября 2021 года, вот в день окончания с этого дня оно продлевалось на полгода. То есть, например, у кого закончилось в сентябре, 1 сентября, отсчитываем полгода. То есть за эти полгода у него есть возможность пройти технический осмотр? Нет, у него как бы старая диагностическая карта продлевалась на полгода. А, продлевается. Да, автоматически. То есть теперь с 1 октября данная отсрочка уже действовать не будет. То есть у кого закончится, например, 15 октября, 30 октября заблаговременно, желательно пройти технический осмотр. Многие спросят, почему нужно проходить, если ответственности нет. Да, если как бы и не обязательно. Да. Ответственность у нас предусмотрена для следующих транспортных средств. Это легковое такси, автобусы и специализированный транспорт, опасный груз. Также есть статья 12.31, часть 2, которая предусматривает ответственность для юридических лиц за выпуск транспортного средства без технического осмотра. То есть даже легковой транспорт, выпущенный на линию юридическим лицом эксплуатированным, можно привлечь. Если человек пользуется автомобилем только в личных целях, то это как бы не обязательно? Ну, смотрите, это обязательно, как бы это требование федерального закона. Однако на данный момент, многие слышали, рассматривается, то есть предложен законопроект, да, и сейчас решают, либо отменят обязательства прохождения технического осмотра, хотят сделать так, что технический осмотр нужно будет проходить при смене собственника. То есть купили автомобиль, перед постановкой на учет проходит технический осмотр. А потом на свое усмотрение? Да потом на свое усмотрение, но это именно легковой транспорт. Или же второй вариант, с марта 2022 года, возможно, введут ответственность в виде штрафа, 2 тысячи рублей. То есть для тех, кто не прошел технический осмотр, на своем автомобиле имеется в виду, не та категория, которую вы перечислили выше, да? Но пока, пока мы эти законы ждем, пока технический осмотр проходить нужно. Нужно, да, еще почему его нужно проходить, сейчас скажу. Полис ОСАГО, да, вы получите без проблем, то есть без технического осмотра. Однако есть небольшой нюанс. Если вы попадаете в ДТП, не дай бог, да, ваша вина и по причине технической неисправности транспортного средства происходит в ДТП. Тогда страховая вправе в порядке регресса вас эти деньги потом забрать, выплаченные. Ну, потерпевшему, получается. А, то есть понятно. То есть вы, это ваше право, проходить, не проходить, но в результате вы можете материально пострадать, если не пострадаете физически, не дай бог. Да. Понятно. Несколько слов о профилактической операции технический регламент. Это все как бы взаимосвязано, да? Мы говорили вот в начале года о том, что такая операция проводилась. Насколько часто она проходится, кому, кто подлежит проверкам, и что в этой профилактической операции проверяется вообще? Вот смотрите, проведение профилактического мероприятия, технический регламент проводится по указанию управления ГИБДД на всей территории Тверской области раз в месяц. То есть у нас запланировано. То есть в один день, да, на территории всей области все подразделения ГИБДД отрабатывают. Вот при проведении такого мероприятия особое внимание обращается на выявление транспортных средств, не соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза безопасности колесных транспортных средств. В том числе транспортные средства, светопропускаемые стекла которых превышают допустимые значения и внесение изменений в конструкцию транспортных средств без разрешения госавтоинспекции. За одно такое мероприятие выявляется и пресекается более 100 нарушений. То есть 150 нарушений. Это вот за один день выявляется. По всей области. Да, по всей области. Также данное мероприятие проводится дополнительно по усмотрению начальников подразделений госавтоинспекции на районном уровне, на своей территории обслуживания. То есть вот это, которое глобальное, это по нашему указанию управления ГИБДД, да. Каждый начальник районного подразделения, например, там, Бежицкий, да, также проводит мероприятие на территории своего обслуживания. Территория, имеется в виду, останавливается на улицах, на дорогах останавливаются машины и проверка проводят. Да, эта отработка происходит на улице, на дорогах, в рамках надзора за дорожным движением. Ну, просто как бы, когда мероприятие проходит, больше делается убор именно на это. То есть наряды инструктируются и направленность вот такая. То есть проверяются основные нарушения, которые, как бы, оснащенность автомобилей, что запрещено. Вообще, какие основные нарушения сейчас характерны для автомобилей на земле Верхневоргской? Ну, чаще всего, конечно, выявляют у нас несоответствие шин установленным требованием, да, то есть это величина протектора, износ неисправност световых приборов. Также бывает управление с внесением изменений в конструкцию ТС, это установка силовых бамперов, лебёдок, лифт кузова, ГБО, занижение подвесок. Также предметы, ограничивающие обзор, это шторки, светопропускание стёкол. Ну, на самом деле, у нас очень большое множество, да, есть прочие нарушения, там, прыгозащитные фартуки, там, отсутствует сидение в автобусе, например, если должно быть 20 пассажирских мест, а у него 19 по факту. То есть это внесение изменений в конструкцию без разрешения госавтоинспекции. Ну, то есть фактически всё то должен контролировать сам водитель, да, собственник автомобиля при прохождении того же технического осмотра, да? Да, да, в принципе, требования все те же самые, проверяется там всё то же самое. Ну, за исключением того, что у них есть разные приборы и устройства, да, за счёт которых они проверяют на станции технического осмотра. Конечно, у инспектора дорожного движения на дороге более ограниченные возможности, но всё, что можно органолептическим способом выявить или приборы какие-то, у нас тоже есть дымомер, свет, люфт, тонировка мерить. То есть резина, протектор тоже в тангенциркуле есть у сотрудников. Какая ответственность предусмотрена за нарушение тонировки стекла? Да, вот часто очень мы видим, что особенно молодые водители, может быть, показать себя, какой я крутой, стёкла все тёмные и нередко ДТП происходит по этой вине. Ну, у нас есть статья, по которой предусмотрена ответственность за данное нарушение. Это статья 12.5, часть 3, прим. 1. Кодекс административного правонарушения влечёт наложение штрафа в размере 500 рублей. Также сотрудниками при выявлении данного факта выдаётся требование. После вступления в законную силу постановления, да, вот 500 рублей штраф, то, что вы писали, больше впредь на данном автомобиле водитель не должен ездить с данным нарушением, с тонированными стёклами. Если он попадается, есть все основания доставить его в отдел полиции. Составляется протокол по статье 19.3, что предусматривает административный арест до 15 суток, либо штраф, да, в двойном размере. И, получается, в суде это рассматривается в районном. Уже более серьёзные наказания. Ну и когда его останавливают, он обязан эту тонировку снимать, да, в присутствии инспектора? Ну, как бы требование выдаётся, да. Бывает, что не снимает, у некоторых не отлепляется или ещё какие-то причины. Но, честно говоря, лучше, конечно же, снимать и продолжить движение без неё. Ну, я думаю, что вот мы сейчас предупредили водителей, что какая ответственность. Люди подумают относительно своей тренировки. Мы продолжаем программу «Тема дня». Сегодня у меня в студии у Ирины Чекуновой Сергей Скорода, государственный инспектор отделения технического надзора, отдела регистрационной и экзаменационной работы и технического надзора управления ГИБДД, ОМВД России по Тверской области. Говорим о том, в каком же состоянии должна быть автомашина, чтобы, не дай бог, на ней не попасть в аварию и в другую неприятную ситуацию. Скажите, что мы можем посоветовать особенно начинающим водителям, которые, возможно, не знают, какая же тонировка на стёклах автомобиля разрешена? Ну, смотрите, сейчас ещё раз вернёмся к предыдущему вопросу немножечко, да. При проведении мероприятий, тонировка, да, вот в городе Твери за 2-3 часа выявляется около 40 автомобилей, даже более. 2-3 часа? Это же сколько их ездит? Да, за 2-3 часа, да. То есть очень распространённое нарушение. Светопропускаемость у нас допустимая, это не более 70%, да, переднебоковые стёкла и ветровое стекло. Вот. Ещё также есть требования к солнцезащитной полоске, да, на ветровом стекле. Там немножко другая статья, там 12.5.1 пишется, но она должна не превышать 14 сантиметров. То есть это тоже нарушение, это тоже нужно понимать. Но это же, что называется, не просто так вот с воздуха, да, взяли такие требования. Ведь реально тонировка стекла влияет на обзор водителя, да? Ну вот лично моё мнение, и не только моё, значительно влияет, в особенности неблагоприятную погоду и тёмное время суток. Что у нас как раз сейчас и наступает. Я даже сам вот когда за рулём, да, смотришь в зеркала, дождь идёт, стёкла потеют, и так создаются, да, трудности. Плюс ещё часто используются так называемые китайские быстросъёмные плёнки, да, не только которые качественные, у кого есть там больше финансы на это тратят или так далее. То есть они ещё более худшего качества, они там размытость, то есть вообще не пропускают, да, свет. Для чего водители это делают? Чтобы показать, какой я крутой? Для чего? Все по-разному объясняют. Кто-то говорит, что не хочет, чтобы вы видели, что не видели, что у него в автомобиле. Ну просто как бы молодёжь, я думаю, что это круто, модно, молодёжно. Молодёжно, да. И так далее. Не задумываясь о том, к каким последствиям всё это может привести. Да, ну ещё один пример приведу, да, вот такой, который, может быть, заставит задуматься. Когда я ещё работал инспектором ДПС на дороге, да, у меня был такой случай, остановил автомобиль тонированный, всё, замер произвёл. Говорю, вот, пойдёмте, да, выпишем вам постановление, пройдёмте. И вот девушка с парнем говорят, ой, пожалуйста, вот у нас мы едем в ЗАГС, мы опаздываем, да. И вот они все так относились, как будто это, ну вот я виноват, да, в этом. Но просто вот заблаговременно, перед тем, как вы эту плёнку наносите, вы должны думать о безопасности, а также о вашем времени, да. То есть вас в любой момент может остановить сотрудник, который должен пресечь это по закону, да. Вы потеряете время, вы куда-то торопите. Ну, то есть это чисто уже будет ваш выбор сознательный. Я считаю, что это, конечно же, того не стоит. Сергей, я хочу вспомнить недавнюю аварию вот здесь вот недалеко от нас, на улице Серебряная, когда молодой водитель три месяца только как получил права, сбивает пожилую женщину на пешеходном переходе, машину занесло. Машина вся была абсолютно тонирована. Это наверняка тоже этого, возможно, там и не справился с управлением, потому что ещё нет опыта. И у тебя нет опыта, и ты всё равно тонируешь, ты задачу себе утяжеляешь, скажем так, по вождению. Да, я думаю, что это тоже повлияло, то, что в занос неуправляемый, да, попал. То есть я считаю, что в городе недопустимо так ездить. Это очень большая ответственность. Многие относятся к этому очень как-то легкомысленно, да, и очень часто это приводит к человеческим жертвам. Люди получают реально уголовную ответственность за такие действия, да. То есть вы думаете, что вот у меня пассажир не пристегнулся, я поеду, поеду, ну, поеду, да, в ДТП попадёте, с пассажиром что-то будет, вы будете отвечать в первую очередь. Также и про вашу неисправность, как вот если вы ездите. Если это приведёт к человеческим жертвам, вы можете испортить себе жизнь. Да, на самом деле. Это всё, перечеркнуть всё. Терять несколько лет, да, там, колонии, поселения дают. Ну, я считаю, что это того не стоит. И представляете, какое горе, да, в какие-то семьи такие моменты приходят. Ну, я считаю, что нужно быть поответственнее, особенно молодым водителям. В городе не превышать скорость, стараться ездить более аккуратно. И тогда всё будет хорошо. И, наверное, здесь или сюда же относятся пожелания, вот сейчас такое время года опасное, да, темно, сыро, потом сразу же морозы, снег, да, перепад температур. Что вы посоветуете водителям и какие регламенты существуют относительно резины на автомобилях? Так, ну, резина, она должна быть неизношена, да, то есть, также недопустимо, то есть, чтобы на одной оси была шипованная, на другой оси не шипованная. То есть, в комплексе так ставить нельзя. Это тоже нарушение, влечёт 12.5.6.1 кодекс сенсоративного правонарушения, да, 500 рублей. Всё можно посмотреть в пятом разделе, перечень несправности правил дорожного движения. Каждый водитель должен вообще быть знаком, да, с этим документом, с этим законом. В принципе, ни у кого, наверное, трудности не будет открыть, почитать. Ну, вот вы говорите 500 рублей, но это же не что по сравнению, ну, что такое 500 рублей, по сравнению с тем, к чему может привести, да, вот такое нарушение? Да. Ведь это же может и занос автомобиля, да? Это всё, что угодно на такой сложной дороге. Да, я поддерживаю ваши слова, что да, это может привести, опять же. Ещё хотелось бы обратить внимание, вот в такой осенний период, осенне-весенний, да, когда такая серость, да, погода пасмурная, темнеет рано, очень увеличиваются наезды на пешеходов. Хотелось бы обратить внимание водителей ещё на это, что вот вы едете и перед пешеходным переходом избавляете скорость, смотрите по сторонам. Многие ведь в тёмной одежде ходят, зачастую вот даже не видно, кто-то выбегает, то есть не все у нас пешеходы сознательные, кто-то переходит в неположенном месте, перебегает, особенно вот люди, да, зрелого возраста, они вот любят перебегать. Тоже это приводит очень к печальным последствиям, особенно в совокупности со скоростью, с неисправностью и вашей невнимательностью. Поэтому хотелось бы обратить внимание, давайте постараемся ездить более безопасно, сохраним больше жизни. Да, это всегда очень актуально, у нас существует, у нас вот в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» очень много сделано в областной столице, да, и пешеходные переходы как оборудованы, да, ещё года два назад мы даже о таком не мечтали, да, и вроде бы всё уже видно, и видно хорошо, и видно и слышно, да, что ты переходишь, и что ты подъезжаешь к пешеходному переходу. Тем не менее, всё равно такие случаи у нас бывают, к сожалению. Давайте ещё раз напомним автомобилистам, как можно законно переоборудовать автомобиль. Вот мы перечислили в самом начале программы, что можно, чего нельзя, как же законно это сделать? Давайте вначале вот рассмотрим термин, да, что такое внесение изменений в конструкцию. Это исключение предусмотренных или установка непредусмотренных конструкций конкретного транспортного средства, составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращении и влияющие на безопасность дорожного движения. Ещё хочу сказать, что все изменения, они не должны ухудшать характеристики транспортного средства на момент выпуска. То есть на это тоже обращается внимание, и если ваши характеристики как-то влияют на это, ухудшают ваши изменения, тогда такое зарегистрировать не получится. Всё, что нужно для того, чтобы зарегистрировать. Нужно сделать вначале предварительную техническую экспертизу. В ней удостоверяется в том, что после внесения изменений в конструкцию транспортного средства сохранится его соответствие требованиям технического регламента, действующего на момент выпуска транспортного средства в обращении. Где это можно сделать? Вот куда можно обратиться? Вот сейчас нас слушают автомобилисты. И где, например, в столице Верхнего Ложья, в Твери? Куда обращаться, чтобы согласовать эти изменения? Смотрите, у нас шесть подразделений всего оказывают данную услугу. Вот управление ЕВДД оказывает по адресу город Тверь, Волоколамский проспект, дом 7, корпус 3, шестое окно в здании МРЭО по четвергам с 8 до часу дня. Вот у нас один приёмный день выделен под это. Также могу сказать наш номер телефона. Мы работаем по адресу Волоколамский проспект, дом 7, корпус 3, 310 кабинет, но непосредственно не когда оказываем данную услугу, а вообще 667846. По каким-то вопросам можно звонить, уточнить. Также давайте разберёмся, где и какая услуга. Дальше в ГИБДД по городу Твери оказывает по адресу тоже Волоколамский проспект, дом 7, корпус 3, только пятое окно по вторникам с 8.30 до часу дня. Значит, у нас уже 2 дня, вторник есть или есть четверг. Да, вот в ОГИБДД по городу Твери вы можете обратиться по вопросам газобаллонного оборудования, устройства ограничения скорости, главного выключателя аккумуляторной батареи, изменения типа транспортного средства в сортиментовоз путём установки п-образных коников, да, то есть это лесовоз, установка гидробортов, также для учебного вождения и установка распашных ворот. Вот в данном подразделении оказывается по этим вопросам. Всё, что более сложное в несении изменений в конструкцию, рассматривается сотрудниками управления ГИБДД по Тверской области, которые по четвергам принимают. То есть сначала подается заявка, я так поняла, да? Человек должен обратиться и сказать, что он хочет. Вначале вам, конечно, лучше позвонить, уточнить, если вы не уверены, можно это сделать или нет. Вот у нас эта вся процедура внесения изменений в конструкцию разделена на две государственные услуги. Первая услуга – это получение разрешения на внесение изменений в конструкцию. Для неё необходимо сделать заключение предварительной технической экспертизы. Данную экспертизу делают испытательные лаборатории, специально аккредитованные под это. То есть вам необходимо будет туда обратиться, эксперт вам распишет в этой экспертизе, что будет делаться, как это будет делаться, и будет ли это влиять на безопасность, и так далее. То есть вот с таким заключением. Дальше мы делаем копии паспорта транспортного средства и свидетельство о регистрации транспортного средства. Также приносим с собой оригиналы документов и документы, удостоверяющие личное заявление, паспорт. Если, соответственно, он не является собственником транспортного средства, нужна доверенность. в свободной форме, то есть если вы представляете интересы владельца. При первой государственной услуге для получения разрешения предоставлять автомобиль, необходимости нет. То есть тут можно без автомобиля. Хотя, смотрите, довольно-таки длительная процедура получается. Да, ведь это же нужно обратиться в экспертизу, там тоже какое-то время понадобится. Да, это все не так уж быстро, не все так просто. Ну, где-то в течение месяца, в принципе, это реально сделать. Вот, вторая государственная услуга, вот когда вы получили разрешение, вы уже на законном основании можете делать какие-то изменения, да, и, в принципе, даже ездить с этим разрешением уже сотрудник госавтоинспекции вас не может привлечь к ответственности, потому что у вас это уже законно сделано. Вот вторая услуга – это выдача свидетельства на внесение изменений в конструкцию. То есть уже непосредственно вот это свидетельство. Для него тоже нужно собирать необходимые документы. Это протокол проверки транспортного средства на предмет внесения изменений в конструкцию. Это тоже в этой же испытательной лаборатории вы делаете, где делали заключение. Заявление о декларации сервиса, да, то есть не просто так у нас где-то в гараже поставили мы какие-то запчасти, которые мы сделали сами или так далее. То есть у вас должен сертифицировать сервис, который данную услугу может оказывать. Именно данный вид работ. То есть если это замена двигателя модели, то есть у них должно быть разрешение на замену двигателя. Техосмотры вам нужно будет пройти. Госпошлина составляет 800 рублей. Вот при второй государственной услуге автомобиль уже предоставляется к нам на осмотр. Мы все рассматриваем данные документы, забираем у вас, смотрим автомобиль и потом выдаем свидетельство на внесение изменений в конструкцию. Далее вы записываетесь в МРЭО ГИБДД для внесения в регистрационные данные. То есть вам уже и свидетельство о регистрации транспортного средства, так называемые пластики прописывают ваши изменения, и в ПТС. Длительно, да, длительно, трудоемко. И все равно находятся желающие. Вообще стоит ли того? Много вообще желающих изменить что-то в своем автомобиле? Как показывает жизнь, что называется? Желающих много, да, но не все переоборудование, которое люди хотят сделать, так называемый тюнинг, да, его не всегда возможно сделать. Вот, например, самое частое это силовые бампера. Именно силовые бампера, они значительно ухудшают предусмотренные заводом-изготовителем параметры пассивной безопасности транспортного средства, увеличивают физическое воздействие на других участников дорожного движения. То есть в случае дорожно-транспортного происшествия, да, при наезде на пешехода даже, да. Это утяжеляет последствия? Это утяжеляет последствия, это ухудшает характеристику транспортного средства. У нас есть требования правила ООН номер 9, да, до безопасности пешеходов в 2008 году введены. То есть должна быть обеспечена максимальная степень безопасности пешеходов. Когда заводом-изготовителем выпускается транспортное средство, все эти испытания проводятся, да, мы знаем, что будет. И многие люди приходят, граждане обращаются, говорят, ну вот, у меня же это там, допустим, я сделаю там, подвеску поменяю, у меня же лучше стало. Откуда мы знаем? Мы испытания не проводили, может быть, лучше, но у вас характеристики поменялись. У вас транспортное средство становится единичным. И также вот, например, на бампера у вас должны быть сертификаты соответствия в составе транспортного средства. Не просто сертификат соответствия, например, как на любой товар, да, который продается, ручка, кружка, ну, все, что мы продаем, есть сертификат соответствия. Там именно должно быть прописано, что в составе транспортного средства, что данный бампер проходил испытание, составит, например, вашу модель. Ну, конечно, нужно 10 раз подумать, прежде чем что-то изменить в своем автомобиле, и тем более такая длительная процедура регистрации и согласований. Уважаемые друзья, подумайте, как вообще на дороге, да, прежде чем сесть за руль, нужно подумать в каком-то состоянии, и как ты поедешь, и что ты будешь делать. Кстати, вы упомянули уже в сегодняшней беседе относительно ремней безопасности. Уже, кажется, сколько лет мы говорим, и уже это на автомате у водителей, или есть еще такие, кто пренебрегает этим правилам? Конечно, есть, постоянное нарушение также выявляется. Плюс ко всему и по технической несправности тоже ремень, он не должен иметь надрывов, надрезов, он должен фиксироваться, да, то есть не просто вот он накинулся, как тряпка такой, да, то есть он должен вас защитить в момент ДТП. Есть сторонники, которые не пристегиваются, говорят, да я здесь в соседний двор доеду, да я видел, что вот с ремнем люди страдают больше, чем без ремня, вот. Ну, как бы, я думаю, что это все не глупые люди, да, придумали, и практика показывает, что ремень очень часто спасает жизни. Допустим, там, где можно избежать каких-то последствий, травм, да, удар головой, все, ремень может защитить, то есть даже бывает незначительно ДТП, смотришь, особо-то удара не было, а человек головой ударился, обращается в скорую помощь. Вот с детьми тоже хотел бы внимание обратить, хоть это немного не моя специфика, я имею в виду технического надзора, но многие пренебрегают, да, правилами и не пристегивают детей, в кресло не сажают, там, говорят, вот он у меня там отстегивается, ему не нравится, он плачет, или я там в соседний двор поеду. Если случится какое-то ДТП, даже незначительное, да, ребенок, там, в 10 раз его масса увеличивается, он просто улетает в салоне, и потом все это, вы будете думать о том, вот зря я не пристегнул, и будете жалеть. Я считаю, что не надо пренебрегать этим правилами, это тоже не просто так придумано, тем более дети, я думаю, это самое дорогое, что у нас есть, поэтому хотел бы вас призвать все-таки более ответственно к этому относиться, потому что вы можете поехать в соседний двор, вы можете супер классно ездить, быть уверенным в себе, но может на дороге оказаться также в состоянии опьянения, водитель поедет к вам навстречу, или человек неопытный, или с технической неисправностью, много факторов, да, которые могут повлиять на то, что вы, в принципе, уже ничего сделать не сможете. Да, дорога непредсказуема. Сергей, буквально несколько секунд программа подходит к концу, общие советы, еще раз подытожив нашу программу, общие советы владельцам автомобилей. Общие советы, я считаю, что вам нужно соблюдать правила дорожного движения, вам нужно следить за своим транспортом, за технической справностью, не пренебрегать этим, вам нужно пристегивать с ремнями безопасности, пристегивать своих детей. Соблюдать закон и быть осторожным, да? Соблюдать закон, быть осторожным, ценить свою жизнь и уважать других на дороге. Спасибо огромное. Напоминаю, что вы слушали программу «Тема дня» в рамках цикла программ на радио Монте-Карло в реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Сегодня у меня в гостях был Сергей Скорода, государственный инспектор отделения технического надзора управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Спасибо, будьте здоровы. Вам спасибо большое. До свидания.